Радио «Свобода» Ну, Россия не Россия, а первый все-таки Горбачев. Говорят, Ельцин разрушил союз нерушимый. Развалился бы союз и сам. Да, запретил КПСС. Но здесь лучше всего подходит выражение «как бы запретил». Партия сменила только название. Да, убрал Жестянова и Стукана с Лубянской площади. И только. Скоро Путин его вернет. Стрелял в Верховный Совет. Ему в детстве никто не объяснил, что нельзя стрелять в людей и в парламент, даже в самый плохой. Да. Радио «Свобода» наделила регистрация ментов и чекистов. Поджог Россию с юга. И, похоже, никто не собирается тушить пожар, а даже наоборот. Наука оказалась не нужна «как бы развивающемуся государству». При нем были введены драконовские налоги и поборы. Не отменил Борис Николаевич и спецмигалки на спецтранспорте, перевозящем спецзадницы. При нем мигалки заполнили все города и дороги. Добил веру в возможность построения либерального общества в России. Наконец назначил президентом чекиста. Не мог демократ и либерал назначить чекиста. Не мог трезвомыслящий человек назначить чекиста. Не мог. Тот Новый год выходит нам большими бедами, и самое худшее еще впереди. И предадут проклятию царя Бориса все, оставшиеся в живых, за преемника его. А вот и отпевание с погребением показали. Чистый 907 год. Показное благочестие с мракобесием. Не поворачивается язык назвать Россию светским государством. Даже не верится, что один человек может наделять другого такой нечеловеческой силой. О Ельцине в этом письме говорится так, будто он Господь Бог, не пожелавший превратить Россию в рай земной. Хотя мог бы сделать это играючи. Правда, было время, когда и сам Борис Николаевич думал о себе так же. А разве иначе думает о себе почти каждый из тех наших слушателей, который не знает удержу и меры в критике власти, подспудно уверенной, что уж он-то из Кремля устроил бы все в лучшем виде. И с чекизмом и коммунизмом покончил бы за год-два, и с обреками, рвавшимися к Каспийскому морю, в два счета договорился бы, и стали бы они добродушными чабанами, и бродили бы по горам с гирлыгами, а не с автоматами. О Ельцине пишет и господин Линник из Петрозаводска. Смерть Бориса Николаевича Ельцина ударила по сердцу острой болью. Благоговею перед ним завоплощенный в нем дух свободы. Это главное. Но власть развращает. Борис Николаевич искренне стремился к тому, чтобы стать исключением из этого фатального правила. Но под конец все-таки сдал. Это вызывало досаду. От неколебимого демократизма до альянса с мафиозными олигархами. От безумной отваги до страха перед лицом чекизма за себя и семью. Однако жалкое отступило сейчас на задний план. Первенствует великое. Этот человек знал муки совести. Ельцин был сумасштабен России. Грандиозная фигура. И вот она сменяется чем-то неадекватным, вырожденным. Перефразируя известный афоризм, можно сказать так. Природа отдыхает на преемниках великих людей. Что уродливее нынешней системы? Она враждебна народу. Враждебна самой жизни. Мстительность. Злопамятство, чего был лишен Ельцин. Все это знаки ущербности. Нет ничего страшнее для любой страны, если власть в ней принадлежит ущербным людям. Только теперь я понимаю, что очень любил нашего первого президента. Пишет господин Линник. Письмо из Москвы. Пишет господин Князев. Приходится слышать, что крупный российский капитал плохо заботится о народе. Вот они, наши нынешние рабы, олигархи. Не беспокойся, обыватель. Не пропадешь. Работать на тебя. Кормить тебя будут они. Вот тебе зуб. Отнимем и разделим. Экономист от спецслужб Глазьев давно указал охотникам дома на небес на источник всеобщего дармового благоденствия, природная рента. И как сработало? В парламенте страны, вставшей на капиталистический путь развития, нет партии с капиталистическими взглядами. Так ломко спецслужбы играют на совковой психологии наших замороченных и ко всему и вся враждебно настроенных масс. Сейчас даже коммунисты вякнуть боятся, продолжает господин Князев. Многие отчаиваются. Кажется, что власть солдатни навечно. Но посмотрите, как она боится оранжевых революций. Как ненавидится страху любого, кому не удается заткнуть рот. Если бы такая власть способна была задерживаться надолго, то агрессивная солдатня, которая везде одинакова, давно правила бы всем миром. Спасибо за письмо, господин Князев. Спецслужбы только часть, и не самое главное, государственного аппарата. Правда, эта часть любит, чтобы население преувеличивало ее роль в истории, что оно население и делает, причем охотно. А телевидение идет навстречу его пожеланиям, чем бы дитя не тешилось. Следующее письмо. Иран и Россия – страны большие, не чета арабским княжествам. В обоих государствах правят олигархические группы, которые с населением делиться хотят только в очень ограниченных размерах. А самое главное – понимают, что потеряют и власти деньги, как только цены на нефть поползут вниз. Потому что население или не умеет, или разучилось делать что-то продаваемое, и экспортировать умеет только сырье в той или иной степени обработки. А жить граждане хотят хорошо, а если не удается, винят правительство. То же самое касается Южной Америки во главе с Уго Чавесом. Весь этот социнтерн объединяет ненависть к богатому Западу, который грабит несчастных бездельников почем зря. Следующее письмо. Что за дальнозоркость такая, что за остроглазие у наших политиков и депутатов Лавровых, Маргеловых и Выхухолевых? Как далече они видят за границей и слеплют на родине? Какой-то памятник воинам переносят в Эстонию. Сколько по этому поводу воплей, переходящих в стенания, круглосуточно по всем средствам массовой дезинформации? А рядом в Химках снесли памятник героям, в Ставрополе подобный памятник снесли чуть раньше и не гугу. По всей стране памятники воинам понемногу исчезают и исчезают. Из тех, что стоят, не все стоят твердо. Многие в таком виде, как будто через них прошла война. Наших патриотов, в кавычках, эти памятники как-то не волнуют. А вот волнует памятник в чужой стране. А вдруг становятся такими порядочными, кристально чистыми, что перестают отбрасывать тень в самый солнечный день. Такое спецмышление с насмешкой спрашивает автор. Иным оно быть не может. Там, где все дела, в том числе дела памяти, дела казенные, чиновничьи. Люди это понимают, привыкли, что начальству виднее. Как и к тому привыкли, что у них, то есть у начальства, все идет кое-как. Все в конце концов разваливается. Почему же не должны разваливаться памятники? Прояви почин, подойди к памятнику. По своей воле с ведром цемента или хотя бы с метлой можешь схлопотать по шее. Без команды нельзя было даже Сталина славить. Судьба памятника в Эстонии – это для Кремля дело государственное, политическое. Повод напомнить родному народу о его врагах. Но не будешь же тыкать пальцем в председателя каждого сельсовета, на чьей территории упал памятник. Вот, мол, враг. Время все-таки не то. Добрый день, Анатолий Иванович. Перехожу к следующему письму. Считаю все-таки, что никакой поддержки у президента России нет в народе. Реальной поддержки. Упование на него от того, что больше не на кого, типа из двух зол, поддержкой назвать нельзя. Случись чего народ за президента на улицу не пойдет. Посмотрите на эстонские события. Власть намеренно раздувает скандал, типа «мы вот тут за наших солдат». А народ не верит, пишет на форумах, что в Химках могилы солдат «перезахоранивали» экскаватором. Практически никто не поддерживает этот скандал. Еще и прикалываются по поводу эстонских шпрот. А всякие акции нашистов и т.п. – это акции проплаченные. Как вы думаете, отчего митинги «несогласных» разгонялись известным образом? Я думаю, именно от того, что власть боится. Очень боится. А боится от того, что знает реальный уровень своей поддержки. 5-10% от силы. Всего хорошего. Судя по почте «Радио Свобода», внутри России путинизм проиграл свою войну с Эстонией. Людей покоробило наигранность казенного возмущения. В Кремле упустили из виду, что памятники Алешам имеются не только в Эстонии или в Западной Украине, а по всей России. Один житель Крыма, назову только его имя-отчество, Владимир Антонович, литератор, прислал на «Радио Свобода» свое открытое письмо Путину, направленное ему еще в 2001 году. Очень большое письмо. 30 с лишним страниц. В первой части автор обращает внимание президента России на упадок культуры в стране. Начинает с музыки. Неужели та музыка, песенки с визгом, с хрипом, с ритмами чуждыми русскому народу, с ритмами племен Африки или негров-рабов с американских плантаций, с буханьем и треском барабанов — это и есть музыка? — спрашивает он. Затем о языке. Что делают с русским языком, о котором великий писатель сказал «великий и могучий»? Что делают с русским разговорным, песенным, печатным, эфирным языком? В некоторых книгах блатной язык со словечками вроде «халява», «тусовка», «клево трахнуться», «настреме» и т.п. стали не только языком, так сказать, характеризующим того или иного персонажа книги, а и языком авторским. Покупайте противозачаточные средства. Покупайте лучшие в мире презервативы. Как раз в этих призывах с русским языком, по-моему, все в порядке. Да и призывы в высшей степени уместные, если, конечно, и то, и другое действительно лучшие в мире. В письме содержатся советы президенту, что он должен делать, чтобы все в России было самым лучшим, и музыка, и литература, и кино, и телевидение с печатью. Все. Прежде всего, выработать и выдать в жизнь государственную доктрину, государственную гуманитарную политику, пишет автор. А для притворения ее в жизнь создать действенный орган, под опеку которого отдать все, что относится к духовной жизни страны, и спорт тоже его слова. Этот-то орган и должен решительно запретить выпуск в эфир любой низкопробной музыки, песенок, даже на правах рекламы, пишет он, а также всего остального, что не нравится автору. От запретительных мер он переходит к поощрительным, читаю, помочь писателям, поэтам, вернуться за свои письменные столы, финансировать работу талантливых писателей, поэтов, музыкантов. Надо, чтобы не только захеревшие журналы, но и газеты находили возможным, интересным, печатать стихи, очерки, рассказы. Особенно Владимир Антонович ходатайствует о литературных критиках. Надо реанимировать, бережно возродить, воспитать, поддержать материально людей этой трудной, нелегкой и во все времена опасной профессии, критиков литературных, музыкальных, кино, изо, театральных. И вот так еще их поощрять, вместе с остальными ценными мастерами культуры, читаю, награждая лучших людей Российской Федерации высшим орденом и званием, выделять и землю, под усадьбу, с оказанием помощи в обустройстве ее, без права продажи и не на окраинах городов, и постепенно бы на гигантских, красивейших, богатейших просторах стали бы вырастать этакие островки культуры. Честно говоря, мне хотелось бы оказаться в числе этих избранных, только, конечно, не очень далеко от Москвы, и с правом продажи моего островка. Владимир Антонович, приславший на свободу свое давнее письмо Путину, тем самым, как можно понять, жалуется нам на него, и, по-моему, напрасно. Путин так и сделал многое из того, что ему подсказывалось в этом письме. Под опеку взяли все. Ну, а что получилось, мне кажется, то, что и должно было получиться. В письме есть такое высказывание. Все мы, миллионы людей, до самой смерти остаемся в глубине души детьми, в какую бы тогу или тряпье мы не рядились. Вот именно. Вообще это хорошо, но когда перед тобою советские дети, такое вот советское дитё преклонного возраста, то остается только радоваться, что не всё ему по силам. Многое, но не всё. Литературных критиков, например, в России пока не прикармливают из нефтяных денег. Не процветают литературные критики. И по делам им злее будут. Было бы хорошо, если бы следующее письмо внимательно послушали те из нас, чьи мысли с утра до вечера заняты Америкой. Какая она сякая, какие происки чинит. Те, кто всё обличает её и поучает, меряется с нею силой и достоинствами. Кто таким способом всё поднимает в себя и поднимает в своих глазах, уверенный, что и она видит, как высоко, прочно, суверенно он возвышается над планетой. Читаю. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Моя хата с краю на Тихоокеанском берегу в демократическом штате Калифорния. Работаю инженером в американской компании. Дела у меня в порядке. Жить есть, где работа есть. Здоровье пока неплохое. Жена дома. Дети взрослые. Есть одна внучка. Обещают ещё. На работе о политике говорить не принято. Что касается знакомых вне работы, то русские в основном республиканцы, то из-за Буша. А знакомые американцы в большинстве своём демократы. Вообще по краям страны, где океанские берега, голосуют больше за демократов, а посередине за республиканцев. Мне известно мнение многих россиян, пишет автор, что американцы скоро поднимут на вилы своего Буша с кондолизкой. Буша никто с места не сдвинет по целому ряду причин. Главное это то, что по конституции импичмент возможен, только если президент совершит уголовное преступление. Здесь так устроено, что от государственного руководства повседневная жизнь большинства населения зависит очень слабо. Так задумали отцы-основатели. Система работает сама по себе. Руководству страны не нужно бороться за урожай или обеспечивать население товарами. Поэтому население смотрит на их политическую борьбу, как на развлечение, если вообще обращает на них внимание. Конечно, есть горячие головы, но их немного, как и почти везде. Единственное, что могу добавить к этому письму. Номенклатурных режимов, говорится в письме из Воронежа, на планете великое множество. Это вся Латинская Америка, Африка, Азия, страны СНГ и Россия, естественно. Среди общих признаков таких режимов автор называет вопиющее неравенство доходов граждан, пассивность населения, грандиозные стройки, чаще всего бессмысленные, его слова, сверхэксплуатацию природных ресурсов, подавление среднего класса и феноменальную стабильность, нереформируемость ни сверху, ни снизу. Ни народные восстания, читаю в письме, ни дворцовые перевороты на всем протяжении писанной истории не приводят примеров успешного перехода от номенклатурного режима к демократии. В Латинской Америке количество этих революций, в кавычках, превысило сотню, без всяких последствий. Особое место в ряду бесплодных революций занимает распад СССР и образование стран СНГ. Реальной демократизации не произошло. Однако история располагает и положительными примерами реформирования номенклатурных режимов. Из них наиболее яркими являются послевоенные периоды развития Германии и Японии. Здесь решающими факторами являлись оккупационные режимы военной администрации. Высокие темпы развития этих стран в последующие десятилетия доказывают историческую необходимость уничтожения номенклатурных режимов во всех странах и, в первую очередь, в России. Каким образом это можно сделать? На этот свой вопрос автор письма отвечает так же, как и большинство слушателей свободы. Он говорит о том, что, по его мнению, надо делать, но не о том, как. Борьба с административным произволом, с коррупцией, с милицейским бандитизмом, с бедностью. То же самое из года в год говорит и сам Путин. Все это мало чем отличается от того, что читаю в одном письме, представляющем собой трактат о необходимости перевода российского хозяйства на живую тягу. Церковь обязана, говорится в нем, организовать комитеты по спасению традиционных рабочих животных. Почему именно церковь? Никому более, чем ей это не нужно, пишет автор, не объясняя, почему в таком случае ее надо обязывать. В другом письме. Народ в большинстве темен, невежествен, глуп. В результате в думе видим Жириновского, Митрофанова, Харитонова и им подобных. И опять. Народ наш слеп и глуп. Проголосует хоть за Медведева, хоть за Иванова, несмотря на то, что и тот, и другой удручающие отсталые субъекты. Тем не менее, автор считает полезным напомнить им, а также слушателям свободы, слова Генри Форда из его книги «Моя жизнь, мои достижения». Вот эти слова. Справедливость, честность, человечность, живая действительная сила. После этого читаем в письме. «Обращаюсь к вам, богатым людям в высокоразвитых странах, помочь мне материально. Наши не дадут. Они еще не насытились тем, что нахапали. Так вы избавите бюджет российский от одного нахлебника, потому как им надо пробивать ваши противоракетные обороны. А это дорого обходится, что явилось одной из причин того, что лопнул СССР. С какой стати западные богачи должны облегчать бюджет, направленный против них, автор этого письма тоже не объясняет. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Следующее письмо. «Жизнь у нас в Нижнем спокойная. Вот уже с полгода как выкорчевали шанцевым инструментом рассадник зловредности, эхо Москвы. А вместо него теперь 18-е по счету музыкальное радио Нижнего. Ночь темна, до рассвета далеко. Работаю в коммерческой фирме радиоинженером. Продаем продукцию не только желтым, да не расистья, но и белым. Ну, конечно, дешево. Но ведь работаем, выпускаем продукцию, высокотехнологичную, и выпуск все увеличивается. Значит, поезжу и я по миру. В марте был в Украине. Только сюда вернулся, а тут город оккупирован вражескими войсками, в бронежилетах, в намордниках, со щитами и с палками. К началу я опоздал. Близко не подпустили. В оцеплении стояли молоденькие смущенные милиционеры, приезжие. Мне их даже жалко стало. А вся площадь Горького заполнена незаконными вооруженными формированиями, которые окружили кучку несчастных детей из детдомов. Им мэр организовал мерзкий праздник «Город мастеров», чтобы не разрешить оппозиции марш несогласных. Представляете радость детишек? Такое я видел только в телевизионной пропаганде о проклятом Западе, пишет автор. Честно скажу, страшновато. Но этот первый тайм они проиграли. И я решительно пошел объединяться с оппозицией, учить мальчиков жить. А они меня как послали. Причем по почтовому ящику, который будто бы за псевдонимом. Бандитское государство, бандитская и оппозиция. Нет, ребята, ваша Россия мне, пожалуй, тоже не нужна. А хотелось, признаюсь, при жизни нанести побольше вреда, чтобы после смерти было не так обидно. Очень я люблю нашего президента цитировать. До чего правдивый. Ну, нанесла ему политковская вред своими статьями. Не очень большой, но нанесла. И он этого не скрывает, правдивый наш. Всего хорошего, Анатолий Иванович. О Путине на свободу пишут все больше и все резче. Давно не было доброго слова о нем. Боятся, что ли, что он все же пойдет на третий срок или его пойдут. Господин Трошин из Латвии в письме на свободу называет писателей, которые в своих книгах увлеченно рассказывают о пользе жизни на природе и на подножном корму, призывают своих читателей бросить города и даже села и уйти в леса, в горы и степи, жить в шалашах и пещерах, а лучше под открытым небом. Мне кажется, пишет господин Трошин, очень странным факт замалчивания со стороны средств массовой информации идей, высказанных в книгах этих популярных писателей. Ваше вещание я считаю вполне авторитетным и думаю, что подобные серьезные темы вам по плечу. В письме есть имена этих писателей из разных стран и названия их сочинений, но я их опустил. Не помню точно, сколько тысяч или миллионов лет назад человечество выбралось из пещер и начало свой тернистый путь к современному образу жизни. Но точно знаю, что уже на второй день появились люди, которые стали доказывать, что лучше было бы этого не делать, а коль уж сделали, то пока не поздно вернутся назад. Это, пожалуй, самые безобидные из самозванных учителей человечества. При случае кого-нибудь из них можно, конечно, спросить, что же ты сам-то не следуешь своему учению, пишешь книги, да небось, не колышком на бересте, а посредством компьютера, отдаешь их в печать, вообще пользуешься приспособлениями, услугами и удобствами, которых не было бы и в помине, если бы миллионы людей, послушавшись тебя, вернулись в первобытное состояние. На волнах «Радио Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стрелян. Субтитры подогнал «Симон»